Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Переписываюсь с молодым человеком второй год, но он ничего не предпринимает. Сразу скажу, что он свободен, были редкие встречи с поцелуями, на этом всё. Он говорил, что ему достаточно этого и в чем-то большем он не нуждается. Постоянно присылает на любовные песенки сообщения романтического характера. Я не понимаю, зачем мне писать каждый день, если он не хочет развивать отношения. Он не наставит на встречах, никуда не завёртся, я его не понимаю, зачем это всё. Ну смотрите, на мой взгляд, здесь вот в первую очередь, что приходит в голову, это, пожалуй, такая история, такой момент, связанный с тем, если вам не хватает, например, инициатива от него, да, то, ну, а как насчёт того, чтобы проявить инициативу самостоятельно, если вы этого хотите? А вот, если вы инициативу проявлять сами не хотите, то, ну, как бы в таком случае, опять же, момент, да, что вам, возможно, человек этот вот не совсем подходит. Вот, то есть, для чего его понимать вам, грубо говоря? Зачем? Вы или принимаете то, что человек может бандать, то, что человек хочет, захочет бандать, или вы не принимаете этого и просто с ним вместе не... ну, не находит, не находит. Вот, то есть, на мой взгляд, в этом смысле здесь всё довольно-таки просто, вот. Вы же сами совершенно справедливо, верно замечаете в начале своего сообщения о том, что я переписываю с человеком, то есть, именно вы переписываетесь с человеком, вот. Вас никто не заставляет это делать, вас никто не заставляет с ним переписываться, вы сами это делаете. Вот, и, ну, естественно, на мой взгляд, логично вполне, что, если вы этого не хотите, то делать этого и не надо. А если он вам нравится, да, если вы как-то заинтересованы в нём, то, ну, на мой взгляд, вполне логично, что, во-первых, вы его принимаете, принимаете его таким, какой он есть. Вот, а во-вторых, ну, наверное, проявляете, проявляете сами инициативу, если вам этого, конечно же, хочется. Вот, то есть, тут вот, на мой взгляд, такой аспект. Я бы сказал, точнее, то, на что бы я обратил ваше внимание, это то, как получается, что вам нужно человека понять. То есть, вам нужно его понять зачем-то. чтобы действовать, например, чтобы выработать для себя, ну, возможно, какую-то поведенческую модель, допустим, вот. То есть, вам нужно его прямо-таки для чего-то понять. И это, то, что вам нужно его понять, на мой взгляд, связано с тем, что вы, вот, не очень хорошо доверяете сам себе. Вот. Потому что, если бы вы себе доверяли, вам не нужно было бы человека как-то стараться понять, вам достаточно было бы просто прислушиваться, да, прислушиваться к себе, да, прислушиваться, вот, к своей реакции, и, в принципе, все на этом. Ну, не нравится вам, например, какое-то, какое-то его поведение, да, не нравится вам какой-то его подход, ну, вы не согласны с, там, ну, вы не согласны с тем, как он себя ведет. Ну, это нормально, что вы не согласны, вы, на мой взгляд, и, в принципе, и не должны быть согласны, вот. То есть, ну, это совершенно абсолютно нормально, если вы считаете, ну, что, ну, что что-то должно быть по-другому, если вы считаете, что по-другому должно быть, значит, ну, поведение, там, человека, вот, и так далее. Ну, на стражу, на стражу ваших ценностей ставите вы, в первую очередь, вы, а не кто-то другой, вот. И если вы чего-то ждете от человека, то нужно, ну, понимать, что... Ваши ожидания могут быть просто-напросто, вот. Просто вашими ожиданиями, просто вашими желаниями, и все, и... они не имеют ничего общего с реальным миром, вот. Поэтому определиться для себя, готовы ли вы находиться в таких отношениях, вот. Готовы ли вы, например, самостоятельно проявлять инициативу, хотите ли вы самостоятельно проявлять инициативу или нет. Вот, это, на мой взгляд, как раз-таки очень важный аспект, на который вам нужно обратить свое внимание. И все эти вопросы, они... В первую очередь, к вам. Это вопросы не к... Не к мужчине, это вопрос не к нему, его как раз всё устраивает, ему как раз всё нравится, соответственно. Менять человек, скорее всего, ничего не будет, зачем? Если не устраивает что-то вас, что вполне нормально. То есть это абсолютная норма, что вам что-то не нравится, это абсолютно нормально, что вам что-то не нравится. Но вы как бы отвечаете за это вы, понимаете? Отвечаете за это вы, а не молодой человек, который вам изначально, судя по всему, довольно чётко обозначил свою позицию и сказал, как он хочет. Можно, конечно, предположить, что ему страшно, что ему как-то боевно. Вот. Можно предположить это, да. Можно предположить, что ему как-то вот, ну, он рабеет. Но в таком случае ведь получается, что он-то не видит проблемы в этом. Вот. Он не видит каких-то, ну, каких-то сложностей в том, что вот так происходит. Для него это, вообще говоря, абсолютно нормально. И в этом случае уже вам, опять же, нужно решать, а хотите ли вы, а будете ли вы, там, терпеть, допустим. Вот такое его поведение, ну, такое его поведение, да? Вот. Если будете, ну, ладно, хорошо. А если нет, как тогда, как в таком случае действовать? Вот. Поэтому тут, как вы понимаете, больше, на данный момент больше вопросов к вам, нежели, чем ответ. Вот. И я очень надеюсь, что мы, скажем так, с пониманием этих вопросов к этому. Вот. Потому что для того, чтобы вам помочь, нужно, вот, рассмотреть, разобрать, ну, вначале. Вначале нужно рассмотреть, разобрать всю ситуацию, вот. Так как она есть, понять все нюансы, уже потом давать заключение. Да, да. Вы почему-то думаете, что психологи знают. Вот. Еще момент. Вы почему-то думаете, что психологи знают причину поведения молодого человека. Мы не знаем, и мы не обсуждаем, скажем так, третьих лиц. Вот. Нам это делать в данном случае запрещает профессиональная этика. Вот. Поэтому обсуждать третьих лиц мы не будем. Вот. Но мы можем помочь вам разобраться в себе, если вы этого хотите. Вот. Вот. Определиться с вашими собственными приоритетами, да, с вашими собственными желаниями. Определиться с, может быть, ценностями, вот. Определиться, быть может, с чувствами, ну, к человеку, да. То есть, вот, ну, просто, какие у вас чувства к мужчине. Что это за чувства. Вот. То есть, одно дело, если это, ну, любовь, если это, вот, то, какое-то такое желание, да, что-то делать для человека. Это одно дело. И совсем другое дело, если у вас нет таких чувств. Совсем другое дело, если, если вам хочется, там, словно говоря, чего-то другого, да. Вот. Это уже совсем другая история. Это уже совсем другой момент, естественно. А здесь вы, скажем так, решаете какую-то, ну, свою проблему. Вот. Вот. Если вы решаете здесь какую-то проблему своих потребностей. Это неплохо, но это нужно отделять, нужно отделять одно от другого. Нужно хотя бы разграничивать одно от другого, чтобы не путаться. Во-первых, чтобы не вводить в заблуждение себя и молодого человека в том числе. Вот. Это очень, это очень важно, на мой взгляд, опять же, сделать. Вот. Таким образом, получается, что чем больше внимания вы уделяете себе, вот, тем больше у вас шансов на то, чтобы ситуация для вас стала во-первых, понятнее, вот, во-вторых, чтобы вы могли в большей степени опираться на себя, чтобы вы могли чувствовать себя увереннее, вот, чтобы вы могли чувствовать себя увереннее, вот. Чтобы вы могли чувствовать себя более, ну, более, более независимой, вот. Вот. И чтобы ваша поведенческая модель была, скажем так, ну, больше сосредоточена именно вот на себе, да, а не на, ну, не на мужчине. Как это происходит, допустим, сейчас. Вот. Если вас, допустим, одолевают такие мысли, что вот если не с ним, то с кем еще, да, и так далее, и так далее, вот. Если вот что-то такое у вас есть, то это такой традиционный страх, традиционный страх одиночества, вот. И, на мой взгляд, работать уже нужно именно с ним, именно с этим, именно с этими аспектами, вот. Если вы, конечно, опять же, этого сами хотите, вот. Вот. Поэтому тут, тут, вот. Все упирается в то, на что вы ориентируетесь задавая этот вопрос, вот. То есть, если мы понимаем, что проблема, она у вас, если мы понимаем, что вы вступаете в такие отношения, если мы понимаем, что вы находитесь в таких отношениях, если мы понимаем, что... что вы удерживаете, грубо говоря, себя в таких отношениях, вот, и если мы понимаем, что, ну, грубо говоря, никто абсолютно вас не заставляет находиться в таких отношениях, что вы сами просто себя удерживаете в них, вот, если мы понимаем это, то мы можем, так скажем, ситуацию, конечно же, исправить, да, мы можем ее подкорректировать, но если все, чего вы хотите, это понять, почему ведет себя так мужчина, то здесь мы оказываемся бессильны, потому что нас ограничивают и профессиональная этика, с одной стороны, и нас ограничивают то, что, ну, грубо говоря, мы не занимаемся какими-то гаданиями, да, то есть мы не занимаемся предсказаниями, мы работаем только с тем, что есть, в данном случае у нас есть человек, который испытывает определенную тревожность, человек, который не может сделать выбор, человек, который не может принять решение, опирается, ну, опирается, как бы, вот, сам на себя, да, и у нас есть вот это, у нас есть вы, вы и ваша проблематика, и мы можем вам с ней помочь, вот. Ну, а захотите ли вы, чтобы мы вам с ней помогли или нет, это тоже вам решать. На этом все, я надеюсь, что вам это было интересно и полезно, и я желаю вам всего самого доброго. Я буду благодарен вам за обратную связь, по моему ответу, это вот позволит вам начать над собой работу, да, позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии, вот, чтобы вам было, ну, чтобы вам было как-то от чего отталкиваться, да, вот, при формировании запроса к психологу, вот. А вы, большая молодец, что обратились за помощью, вот, но это, конечно, только первый шаг, следующим шагом будет выбор специалиста и начало индивидуальной работы.